Дорогие друзья, с вами Валерий Бушановский. Мы сегодня поговорим о расширенном изучении Python, а именно Python OOP. И для начала вот главная тема. Большинство знаний на сегодняшнем рынке это либо знания для новичков, либо конечные и сложные знания в виде уже сформированных библиотек. Итак, я ставлю задачу пройти этот путь между началом и до сложного. Сам путь, сам процесс, это и есть погружение в настоящее программирование. Кстати, если это видео смотрят новички, для новичков есть видео уроки с самого нуля. И потом они смогут включиться в этот путь. Теперь. Ссылка на эту статью. Есть в описании видео. Либо все просто. Вы попадаете, когда в школу spb-tut.ru, просто набрать. Есть расширенное изучение Python. Здесь это не уроки. Это просто я сообщаю, что в школе начался этот курс. Занятия идут под моим руководством. Мы копаемся очень глубоко. Я написал ребятам... Сначала давайте уже, чтобы не потерять вот это. Понимаете... Давайте я покажу вот так. Если взять мир программирования. Ну, допустим, взять в виде определенного круга, да. А вот это сектор взять. То есть, если взять именно программистов, то в принципе 90% программистов, 98-99% просто используют другие наработки. И малый процент людей, которые используют по-настоящему язык программирования. Какие это люди? Это такие люди, как разработчики Django. Это такие люди, как разработчики Instagram. Это такие люди, которые делают банковские системы. Ведь нельзя сделать банковскую систему, просто написав классы. Нам... Сейчас поясню вот этот маленький фрагмент. Нам надо... Выбирать. То есть, я хочу людей научить выбирать. Мы могли бы написать абстрактный класс. Абстрактный. Либо могли написать интерфейс. Либо могли написать интерфейс. Ведь встречаешь иногда программистов с 10-летним шагом. И они не будут знать, что такое интерфейс. Вы знаете, как говорят профессионалы, которых я читал. Они говорят, кто знает, если он нужен, то он точно знает. А кто не знает, тому он не нужен. Вернемся позже. Если бы мы писали банковскую систему... Ну, давайте я закончу мысль. ...банковской системы. Или вы будете переписывать под свой лад систему блокчейн. То здесь есть две разных вещи. Вы можете написать абстрактный класс. Но вы никогда не будет... У вас гарантия, что вы застрахованы от ошибки. Но если вы разберетесь с интерфейсами... Интерфейс... Это тоже абстрактный класс. Но интерфейс реализует контракт. Ну, например, возьмем обычный зоопарк. Ну, представьте, мы пишем программу для того же зоопарка. Где на кон ставится жизнь человека. Ну, например, если хочет ветврач... Посетить, значит, вольер. Но при этом должно быть выполнено важное условие, что с ним должен быть смотритель за тиграми. Да, обязательно. И при этом... То есть открытие системы, открытие системы, открытие двери, да, будем говорить так, происходит тогда, когда стоят, значит, и ветврач, и смотритель за тиграми. И в этот момент пропадает свет. Ну, каким-то образом замок сощелкивает, да. И тигр выходит на свободу, если там, допустим, был бы один смотритель. То есть абстрактный класс здесь в данном случае завис. Съели ветеринара. Жизнь человека под угрозой. Так вот, интерфейс такого бы не допустил. Почему? Потому что он делает возможность выполнения контракта. То есть выполнение определенной вещи. Он не знает, как это выполнять. Для него неважно, это дверь в тигра, или дверь в сам зоопарк. Он не знает. Он знает только, что должно быть сделано. И даже если, допустим, пропал свет и не выполнен контракт, дверь не откроется. И здесь вы спросите. А я вам задам вопрос. Если вы пришли в программирование, то к чему надо стремиться? К мастерству. Ну, чтобы начать стремиться, надо просто начать стремиться. Взять и делать, как это я начал делать в школе. Вы знаете, что большинство людей, я же говорю, они не знают. Поэтому написать просто видеоуроки по этим вещам, это не получится. Почему? Потому что вылазит очень много мелочей. Сложных мелочей. Но все они очень простые. Потому что любая сложная вещь состоит из простых вещей. Ну, например, в школе, вот мы сначала рассмотрели ИНИТ, то есть мы идем, углубляемся в ООП, идем путем обсуждения. Я являюсь направляющим, потому что я вот уже много лет этим занимаюсь. Как я сказал, я занимался для себя. Ну, давайте с этим кодом закончу, потом перейду, потому что... Чтобы потом не искать. А, оно вверху. Я написал... Я в постоянном режиме занимаюсь и занимался эти годы. Почему? Вот объясню, ребят. Зачастую эти вещи происходят, когда приходят. Когда вы не менее, там, по сути дела, четырех лет в программировании. Но в школе не нужно знать. В естественном... В естественном, когда вы вот начали сами потихоньку изучать, от четырех до десяти лет пройдет, пока вы поймете, что эти вещи нужны. Но в школе не нужно ждать эти четыре-десять лет. Подумайте, что если вы эти вещи начнете изучать сейчас, то через четыре года вы будете где? Все очень на высоком уровне. А в чем же был вопрос? Почему новички это не изучают? По одной простой причине, потому что они даже не знают, что это существует в большинстве своем. И не знают, зачем им это. Поэтому я в школе задаю вопросы. Например, мы начали рассматривать... Я задал вопрос. Вот есть шахматы. Занятия, задания будут меняться. Просто молодец бы Сергей Питерских, он написал код. Но данный код был бы хорош, допустим, в 70-е годы, но не в 2018. Наша задача реализовать все возможности. То есть здесь сразу очевидно, что все позиции, все позиции не могут быть реализованы как шахматы. То есть нельзя сделать из этого всего никакого искусственного интеллекта, нельзя сделать каких-то вещей. Это простой код. Человека, действительно владеющий основными навыками Питон, но никогда не задумываешься о более сложных вещах. И вот чтобы показать, что эти вещи нужны, я сначала задал вопросы. И спасибо, что был прислан код, на что я, в принципе, сказал подумать, нарисовать, чтобы вывести ребят на то, что нам надо немножко по-другому запланировать код, чтобы сформировать эту потребность. Только так можно показать и начинающему человеку, что это нужно. Вот как только возникнет эта потребность, тогда человек с первым шагом может понять, да, действительно, я буду это изучать. Но я еще раз повторюсь. Малая часть людей профессионалы высокого класса. Ну а как становится профессионалом высокого класса? Это надо просто брать и изучать все возможности языка основные. Потому что вот про эти вещи, которые я рассказал, в принципе, понимание их, оно и ставит нас на уровень в 10 раз выше обычного разработчика. Почему? Потому что мы планируем код совсем другим образом. Но именно таких людей, такие люди делают свои библиотеки, таких людей приглашают в банки. И это моя попытка начать именно выращивать таких людей. В надежде, что скоро в интернете появятся намного более сложные вещи. Вы прочитаете концепцию, просто я здесь расписал концепцию этих занятий. При этом в большинстве своем, вот в школе 14 суток видео, эти занятия не подменяют. Видео дает основное понимание, основные примеры, основные знания. Знания, которые имеют высокий уровень, то есть изучение таких вещей, как абстракция, композиция, агрегация, делегирование, создание умных фабрик, шаблоны проектирования, стратегии и многое другое. Их, да, я видел в интернете примеры, то есть люди разберутся там, ну, чем там одно отличается второго. Но я потом не видел, чтобы они где-то это применяли. Почему? Потому что, ну, не знают. Ну, не надо человеку и не надо. Так вот, чтобы это надо, на самом деле, появилось, надо разбирать по косточкам. Тогда, оказывается, это нужно в любом приложении. Это сильно упрощает код любого приложения. Это делает приложение действительно поистине настолько гибким. И, понимая эти вещи, можно браться абсолютно за любую работу. Прочитайте и просто подумайте над этим вещами. Зачем вот вы изучаете язык? Зачем? Правильно. Вы изучаете сегодня язык только в том контексте, который дает рынок. Который дает рынок. Рынок на сегодняшний день, если копнуть интернет, изучение Python, то в основном рынок дает для начинающих. Если мы взяли бы интерфейс в Python, то мы, конечно же, найдем материал, но это будет только маленький кусочек материала, который практически новичку не с чем связать. И он это дело оставит. Подумает, это не для него. Чтобы это стало для него, значит, надо выстроить то, что делаю я в школе. Я выстраиваю линию. Где я и являюсь направляющим, так как я эти вещи изучил. И в принципе, я вам рассказал, что сейчас вот 9 лет, как я в программировании. Сегодня я четко понимаю, что без этих вещей просто нельзя стать профессионалом. Но зачем вам ждать 10 лет? Зачем повторять какие-то ошибки? Просто если 9 лет назад пришел бы человек и сказал, вот ты начни вот с этого. Остальное все прицепится. Поэтому я направляю и даю вопросики. Задаю. При этом каждый вопросик нас ведет к следующему. И в конце концов, мы не отклоняемся от основной линии, а я понимаю, что мы должны изучить и привести к этому человеку. Но все это у нас происходит с кодом. Это и есть настоящее программирование. Более настоящего, чем просто решение практических задач, нету. Есть определенные примеры. Я видел школы, но они ни к чему не ведут, потому что человека просто дать примеры, ну, сделает он пример, а в практике он его не будет применять, потому что практическая работа может быть другая. Какую же я поставил цель? Сформировать в программисте программиста, чтобы у него было понимание, было право выбора. То есть выбирать ему абстрактный класс или интерфейс для той же задачи. Далее решать, брать агрегацию, а где интерфейс, там агрегация однозначно будет. Я уже давал уроки, но сейчас будем более подробно. Но все это надо проходить в коде. Когда все это идет как единая, единая линия, тогда у человека складывается знание. Здесь цель создать программиста, чтобы он научился думать и владеть именно этими вещами. Конечно же, легко заметить, что если данный программист будет использовать эти вещи и нарабатывать, то он их начнет применять. А значит, он будет востребованный и сможет смело заявить, я могу то написать, я могу то написать, я могу то написать. Конечно, такой программист без работы никогда не останется. Что для этого надо сделать? Надо просто начать и делать. Потому что, как я сказал вам, я много лет считал, что в принципе это надо мне одному, а считал почему, потому что очень мало людей это использует. Я показал. Но это всегда люди, великие люди, я бы сказал. А тогда вопрос, а что мешает новичку начать это использовать? Ничего. Просто на самом деле новичок про это не знает. Но если начать закладывать это с первых шагов, то да, пройдет время, пока разберется, да, пройдет время, когда научится писать код, но в одном случае через... Смотрите. Вот это, пусть промежуток будет 10 лет, да? 10 лет. В одном случае он изучает Python и вдруг на период там к 5 годам вдруг начинает понимать, что ему действительно нужно там работать с интерфейсами или с чем-то другим. Другой случай. Те же 10 лет. То есть вот здесь человек с этого момента начинает, в принципе, думать о полных возможностях языка программирования, о программах действительно профессионального уровня, о программах, промышленных программах, на тех программах, на которых стоят банки, предприятия. То есть действительно настоящий код. И там, где за этот код платят настоящие деньги. Но если новичку начать объяснять, зачем это нужно, то есть создавать специально такие ситуации, задавать именно правильные вопросы, чтобы у новичка появилась потребность. И если он начнет эти вещи изучать, пусть год-два уйдет на то, что пока он разберется. Но к тем же 5 годам он будет владеть языком намного выше, согласитесь, чем он бы проходил путь, который вот я описывал выше. Вот и вся разница. Для... Что я хотел сказать? Я сказал. Мы обсуждаем. То есть я добиваюсь... Ну, вот уже молодец. То есть я попросил его раскомментировать код, понимая, что и другие люди будут смотреть. Ну и в конце концов мы сейчас должны добраться до истины. Я ее сейчас не буду в видео проговаривать, так как это будет подсказка для ребят. А я хочу, чтобы они сами до этого додумались, чтобы это была их потребность. После этого мы уже начнем развивать... У меня намечено 4 пункта на эти 2 недели. Опять же подробно. В коде, в коде, в коде, в коде. Для тех, кто начал с этого видео, начнется в описании видео и ссылка. Ну и сайт spb-tut.ru. Все очень просто. Еще раз повторюсь. Это курс не замена школы. Это дополнительная возможность в школе изучать объектно-ориентированное программирование Python на глубоком уровне. Копаясь, проходя сам процесс от начала до профессионала. Копаясь, копаясь, выискивая код, то есть разбираясь в коде. Это именно сам процесс. Это и есть настоящее. Это и есть погружение в настоящее программирование. Спасибо за доверие.